Соблюдают ли жители и работники сферы торговли и услуг масочный режим и самоизоляцию в районах республики? За этим пристально следят специально созданные в муниципалитетах мобильные группы. Сколько протоколов составили на нарушителей и какой из запретов чаще всего не исполняют. Наша съемочная группа проехалась вместе с проверяющими по Шумерлинскому и Парецкому районам. Сколько раз обрабатываете? Через каждые два часа. Северные ручки, где люди прикасаются, все обрабатываем. С таким вопросом проверяющие заходят в каждую торговую точку, отделение банка или парикмахерскую. Завидев делегацию, принимающая сторона, как правило, не дожидаясь курса ликбеза от людей в погонах, сама начинает рассказывать, что сегодня можно, а чего нельзя. Посетителей в торговый зал опускают исключительно в масках, если потребуется, в продаже есть и перчатки. Помещение по несколько раз за день проходит санобработку. Все-таки опасный вирус. Серчане об инфекции тоже наслышаны. Походы в магазины свели до минимума. А если и выходят за хлебом, то только в средствах защиты. Меры предосторожности обязательно соблюдаем. Без этого никак нельзя. Положение такое. Это редко, какого можно увидеть. Без маски кто-то ходит. В основном соблюдают. В районе сегодня работают 12 мобильных групп из числа сотрудников администрации МВД и МЧС. В общей сложности около 40 человек. Они каждый день проверяют, выполняются ли требования ограничительного режима. Каких-то серьезных нарушений ни со стороны жителей, ни со стороны работников торговли и услуг они не выявили. Нарушений нами не установлено. То есть на сегодняшний день где-то у нас в общей сложности 42 акта составлено в отношении граждан. Но это в основном за то, что нарушается режим самоизоляции. В последнее время граждане сознательнее стали. Все те требования, которые указаны в указе главы Чувашской республики, они в целом соблюдаются. Граждане с пониманием относятся. В основном мы делаем акцент на разъяснительную работу. В Шумерле объекты сферы торговли и услуг ежедневно объезжают 8 мобильных групп. Здесь компанию проверяющим составили еще и сотрудники Роспотребнадзора и прокуратуры. Вопросы у делегации те же. Измеряют ли температуру работникам перед открытием точки? Все ли обеспечены масками и перчатками? Вопросы, впрочем, на злобу дня. В Шумерле количество официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом перевалило за полсотни. Это почти вдвое больше, чем по всему Шумерлинскому району. Информация об этом, похоже, держит в тонусе владельцев бизнеса и продавцов. Меры предосторожности, по их словам, у них запредельные. Покупатели обслуживают перчатки, маски, без масок не входят. Перед каждым посетителем, если дверь открывается, антисептиком обрабатываю. Вот вы сейчас все собрались, а это противопоказано тоже. Дистанция полтора метра. А вас здесь 10. Не кучковаться проверяющих попросили и в Порецком. Вы тоже соблюдаете правила, не кучкуйтесь. Все верно. Полтора метра, да. Сегодня такое время, когда напоминать о правилах безопасности незазорно и людям при высокой должности, считают продавцы магазинов. И в этом правы. Ситуацию с распространением коронавируса в районе сами местные власти называют напряженной. Количество зараженных здесь приближается к полусотне. Всему виной вспышка инфекции на крупном предприятии. К счастью, вовремя локализованная, но успевшая подпортить статистику. Так что антисептики на входах в учреждения, маски на лицах – вполне привычная лепаричан картина. Все и в магазинах здесь стоит, мы уже обработались, и у сабинных машин тоже у нас лежит. Мы, как и положено, проводим дезинфекцию улиц силами нашего МУП ЖКХ. Также силами привлекли общественные остановки, силы станции в борьбе с болезнями животных, специализированная техника, дух у них есть, и специальные люди, и тоже обрабатывают пространство. Ну а управляющие компании занимаются обработкой подъездов, жилых домов. В каждом из муниципалитетов мобильные группы патрулируют еще и общественный транспорт. Салон должен быть заполнен пассажирами наполовину и постоянно обрабатываться дезинфекторами. Только наступая по всем фронтам, заразу удастся локализовать. Евгения Зиновьева, Алиса Александрова, Никита Углев, Вести Чувашия.